Другой вариант локального включения данных, включающий в себя не только загрузку данных из файла, но и интерпретацию их. Этот вариант встречается в ряде современных веб-технологий, представлен на этом слайде. В качестве backend на псевдокод в нашем случае будет выглядеть следующим образом. Мы опять присваиваем переменные name в значении некого параметра, взятого из гид-запроса. Затем мы не распечатываем, а вызываем функцию eval по данным, загруженным из файла. То есть мы вызываем функцию, которая интерпретирует эти данные как кусок нашего кода, как кусок кода, на котором крутится веб-фронтенд. В результате чего данные не только будут загружены, но и выполнены. В некоторых случаях нам это не особо хорошо, поскольку нам нужно, чтобы данные нам выдались. Например, в случае, если мы хотим посмотреть исходники PHP скриптов, нам желательно бы иметь уязвимость, которая позволяет просто загрузить файл, а не загрузить и выполнить его. Иначе, если мы загрузим его, он начнет выполняться. Что видно на этом слайде? В качестве runpage.php содержит примерно вот этот код. Параметр page – это параметр, который содержит имя файла. Мы указываем runpage.php. Заметьте, мы переходим на две точки выше, поскольку на момент выполнения runpage.php этот скрипт ожидает, что файлы будут находиться в специальной директории, то есть не в var.vv, а в директории var.vv и pages. Сам же runpage находится в var.vv. Мы находимся на момент выполнения функции загрузки файлов здесь. Мы переходим на одну директорию выше, туда, где лежит runpage.php и загружаем runpage.php. В результате чего получается вот такая вот штука. То есть у нас загружается наш runpage.php, затем опять загружается runpage.php, поскольку параметр не меняется, параметр все еще в page равно runpage.php.php. Еще раз загружается, еще раз загружается, еще раз загружается, в результате веб-сер ляжет, либо ваш клиент ляжет, большое количество данных. В данном случае, то есть происходит такой рекуррентный вызов методов, метод вызывает сам себя и так много-много-много раз без всякого выхода. Здесь в принципе сплошной текст, но в уязвимости такого типа очень интересно смотреть на индексных файлах. То есть у вас есть индекс.php, которому вы скармите параметр, который заставляет индекс.php загружать самого себя. В результате получается такая картинка шапка, здесь меню, затем шапка, здесь меню, шапка, здесь меню и так далее эффект вложенного зеркала. То есть вектор, который заставляет некую сущность загружать саму себя, является хорошей проверкой для того, что такая уязвимость имеет место быть и код выполняется. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, это добавление и расширение. Представьте себе такую ситуацию. Разработчик хочет, чтобы на его странице были линки типа page равно about, page равно config, page равно context и так далее. Но файлы на сервере лежат в виде about.txt, context.txt, main.txt и так далее. То есть на веб-фронтенде используется следующий псевдокод. Переменный name пересваивается не просто get-параметр с неким именем, а этот get-параметр плюс расширение .txt и затем происходит загрузка файла. С первого взгляда у нас не получится загрузить, допустим, etc.psvd, поскольку к etc.psvd добавится .txt, чему мы никак не можем препятствовать. Но так как файла .etc.psvd на системе не существует, у нас ничего не загрузится. Однако человечество придумало совершенно замечательную вещь, которая называется NoByte. Дело в том, что эти строки, которые передаются функцией, трактуются как обычные C строки. В C для того, чтобы обозначить конец строки, у нас есть некая строка . Для того, чтобы обозначить конец строки, в конец символной последовательности добавляется символ с кодом 0. нулевой ASCII символом. Мы можем отдать запрос, присвоить некому параметру данные, которые содержат в свою очередь этот самый нулевой символ. В URE нотации это будет %00. Мы используем %00 в качестве индикации к конца строки. В результате, когда сформируется переменная name, она будет иметь следующий вид. Наш вектор, что мы хотим загрузить. etc.psvd, затем 0, затем .txt. Функции, стандартные функции загрузки файлов в том числе, они будут брать эту строку, доходить до сюда, видеть нулбайт и считать, что строка закончилась. То есть расширение будет отбрасываться. В результате чего мы можем отбросить расширение или любую другую часть, которая находится после значения нашего параметра, и все-таки получить доступ к интересующей нас информации. То есть в случае, если у нас добавляется расширение, здесь как-то все-таки обойти этот случай можно. В случае, если вырезаются все команды перехода на уровень выше, и добавляется какая-то директория здесь. pages, slash, плюс наш параметр из get-запроса. При этом из нашего параметра все вот эти вот . . slash вырезаны. Здесь конкретно сложнее и лучше поискать какой-нибудь другой путь. Теперь давайте попробуем внедрить какую-нибудь команду. Это, в принципе, довольно просто в данном случае. Все, что нам нужно, это воспользоваться разбиением, отделить нашу команду от... Корректно терминировать ту команду, которая формируется в строке, и отделить нашу команду от этой команды. Один из способов в эту точку запятая. Мы добавляем к нашему параметру точка запятой, и добавляем команду id. В результате чего строка, которая передается вызову system, будет следующей. ping-c1, 8.8.8.8, точка запятой, id. Точка запятой разделяет две равнозначные команды. Нажимаем enter, получаем следующий вывод. Во-первых, срабатывание нашей команды ping. Во-вторых, срабатываем команду id. Как вы видите, наша группа 33, и мы находимся в группе vv-data. Еще один вариант выполнения команды. Мы можем использовать вертикальную черту для того, чтобы stdout одной команды первой передать на stdin другой команды. Причем в второй команде вовсе не обязательно этот stdin как-то триктовать. Она его может просто молча дропнуть. Мы делаем на этом слайде именно это. Вызываем опять cost 8.8.8.8. И ping там таки исполняется. Затем передаем на stdin для команды pvd. В результате наше отображение следующее. Варвов. Пвд. Команда pvd выдает содержимое, не содержимое, а текущий путь, где мы находимся. В данном случае выполняется script host tool.php, который как раз лежит в варвов. В результате команды pvd выдала нам варвов. То есть мы видим, что наша команда сработала, мы там можно творить что хотим. Теперь посмотрим на такой класс уязвимости, как SQL Injection или SQL Injection. Это достаточно распространенная уязвимость в современных системах. Она абсолютно независимая, довольно опасная во многих случаях, но тем не менее продолжающая до сих пор существовать. Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению самой уязвимости, давайте посмотрим, что такое SQL. Небольшой такой вводный курс. Современная структура веб-системы представляет из себя что-то, отдающее данные пользователю и что-то, содержащее эти данные. В качестве чего-то, содержащего эти данные, чаще всего используется та или иная версия реализационной базы данных. Часть, которая отдает данные, общается с базой данных посредством языка SQL. Схематически это выглядит так. У вас есть веб-сервер, есть backend с базой данных и общение между ними происходит посредством языка SQL. Этот язык позволяет формализировать запросы и выбирать данные в соответствии с какими-то критериями. По каким-то критериям. Он содержит в себе указания на те поля, которые нам нужно выбрать. Он может содержать логический оператор, то есть объединять поля. Он может как-то преобразовывать данные, приходящие из базы данных. И так далее и тому подобное. Достаточно комплексная такая вещь, но в простейшем виде это выборка того, что есть в базе данных в соответствии с каким-то критерием. На стороне базы данных данные представлены следующим образом. Во-первых, есть название самой базы данных. Затем в рамках этой базы данных, как все данные хранятся, нам абсолютно не важно. Это все абстракция на уровне сервера базы данных. Там может много разных способов хранения быть. Мы это все не видим. Мы видим название таблицы и структуру этой таблицы. Допустим, у нас есть таблица, где есть id, затем name, затем password и так далее. Данные представлены в таблице и записываются по строкам. id1, nameadmin, password qwerty, очень глупый пасворд, id2, name alex, password 123, еще лучше. И так далее. У нас есть несколько записей разбитых по таблице, по строкам таблице. Для того, чтобы выбрать данные по пользователю Alex, frontend формирует следующий запрос. Это все формируется в виде строки и передается на SQL Server. Select, password. Команда select осуществляет выборку. Password – это название колонки, название столбца, password. from users, значит и from указывает из какой таблицы выбирать данные. users – это имя таблицы. В данном случае users – это будет имя всей нашей таблицы. where user равно Alex. Далее идет критерий, где пользователь равен Alex. Здесь у нас не name, а user. Название колонки. Где колонка user равна Alex. База данных, получив этот запрос, смотрит, какой столбец соответствует этому критерию. Находит столбец 2, где поле user равно Alex. Вот этот наш критерий. user равно Alex. Выдирает всю строчку и в конце концов выбирает данные, соответствующие нашему запросу. А мы интересуемся полем password. Мы интересуемся не всей строчкой, а полем password. И выдает веб-сервер. Веб-сервер в результате получает 1, 2, 3. В ответ на этот запрос, на весь этот запрос, веб-сервер получает 1, 2, 3 в данном случае. Запрос может конструироваться абсолютно произвольно. Мы можем добавлять какие-то логические операции. Например, varuser равно Alex, and id равно 2. В этом случае ничего не поменяется, исходя из данных, которые мы нарисовали себе. Но если мы сделаем varuser равно Alex, and id равно 1, в этом случае выйдут пустой ответ, поскольку пользователь Alex содержится в одной строке, а id равно 1 содержится в другой строке, и они не пересекаются. Можно использовать OR. В этом случае выдастся два ответа. Пароль для admin, varid равно 1. И пароль для Alex, varuser равно Alex. И так далее и тому подобное. Все это сделано для того, чтобы обеспечить гибкость для фронтенда по манипуляции данными на стороне бэкэнда, на стороне базы данных. Чтобы абстрагироваться от есть хранение, есть фронтенд для отображения этих данных. Теперь давайте посмотрим, где на практике можно применять подобный запрос. Представьте себе следующий сценарий. У нас есть некая формочка логина. Login, ginn, password. При нажатии на кнопочку OK все это переходит на эту руку. target.com.slash.login Метод называется login. И параметр name, через который передается имя пользователя. Логин его, в данном случае Alex. А фронтен, в свою очередь, создает следующий запрос. select password from users, user равно Alex. То есть, выбирает пароль пользователя с таким-то именем, а затем уже на своей стороне проверяет. Дальше идет код, что-то типа if selected pass равно user pass, что нам пришло с одного из параметров, то ок. Дальше идет логика, которая открывается после того, как введен правильный пароль. Иначе там прерывается с ошибкой. То есть, таким образом мы производим аутентификацию на сервере. Теперь обратите внимание, как формируется наш запрос. Этот запрос, еще раз напомню, формируется на стороне веб-сервера. На стороне веб-сервера и отправляется на базу данных. Обратите внимание, что вот этот параметр, вот эта часть запроса, она напрямую идет отсюда. С параметра перед нами, как пользователем, через один из параметров. обрамляется одинарными кавычками. В случае, если мы добавим, сделаем, скормим переменный name данные в этом виде, то есть, alex и одинарная кавычка, результирующий запрос будет выглядеть вот так. password from users, user равно, кавычка, открывается, алекс, кавычка, закрывается, кавычка, закрывается. Это создаст ошибку на сервере базе данных. В большинстве своем сейчас эти ошибки не отображаются, просто моделируется ситуация, что веб-сервер бэкэнд базы данных ничего не отдал. Но в случае, если веб-сервер настроен таким образом, чтобы показывать ошибки, у вас будет дан по этой ошибке, и вы сможете увидеть, что там есть способ влиять на наш запрос. И, заметьте, что так как мы можем пропихивать любые такие символы в данном случае, мы можем абсолютно по-своему конструировать этот запрос к базе данных, и выбирать вовсе не то, что планировал выбрать фронтенд, а то, что хочется выбрать нам. На следующем слайдбеке мы посмотрим, как это можно сделать. Во-первых, давайте посмотрим, как введя какие-то дополнительные символы, введя что-то отличное от имени алекс, тем не менее получить колонку, соответствующую пользователю алекс. Это делается с помощью символов, которые обозначают комментарии. В случае с MySQL это две черты, два минуса, разделенные пробелами. То есть здесь пробел и здесь пробел. Точку я поставил специально, чтобы показать, что после этих минусов есть как минимум один пробел. В этом случае наш запрос будет выглядеть следующим образом. SELECT PASSIVE FROM USERS WHERE USERS равно открывается, алекс закрывается, затем пробел, комментарий и еще одна кавычка. Все, что идет после комментария, все, что идет здесь после комментария, оно SQL Server отбрасывается. В принципе, это удобно, когда у нас есть какой-то более сложный запрос. наша переменная идет до какой-то комплексной части. Допустим, здесь у нас user равно alex, and id равно do or и так далее и тому подобное, что нам совсем не нужно. Двумя минусами мы просто отбрасываем эту часть, ее как бы нет. и возвращаем пароль от... То, что мы посмотрели, предполагает под собой то, что мы проверяем пароль на стороне веб-сервера. Часто пароль все-таки отправляется на сторону бэкэнда в неком виде. В простейшем виде запрос будет выглядеть следующим образом. Во-первых, запрос к веб-серверу name равно alex, and pass равно 1-2-3 и какой-то пароль. То есть два параметра, name и pass. они идут в SQL-запрос. Name идет сюда, pass идет сюда. Таким образом, запрос превращается select id from users where user равно alex and password равно 1-2-3. В случае правильного соответствия логин и пароль, нам выдастся id. То есть будет присутствовать результат. В случае, если пароль не подходит какой-то другой пароль, этот запрос нам ничего не выдаст. Будет пустой результат. Таким образом, веб-сервер для проверки совпадает логин и пароль или не совпадает, проверяет, получил он ответ от сервера базы данных или не получил. В случае нулевого ответа пароля такого нету, точнее, соответствие такого логин и пароль нету. Мы считаем, что пользователь ввел неверный пароль. окей. Теперь помните, мы параметр alex можем в параметр name внедрять символы, которые могут разбить сквозапрос и сделать, переписать его нужным нам образом. Давайте перепишем таким образом, чтобы вне зависимости от того, какой мы пароль ввели, мы все равно под пользователем alex могли залогиниться. Выглядит это вот так, достаточно просто. Мы в name вводим следующую строку alex кавычка, закрывается, пробел, минус-минус, пробел, чего-нибудь, затем end password здесь мы можем что угодно вводить. Какой будет результирующий запрос? Результирующий запрос будет следующий, select id from users where user alex комментарий end password равна 1 2 3 4, полностью переходит в разряд комментарии, не трактуется db-сервером, нам возвращается id пользователя alex и мы залогинились, не зная пароля. В случае более комплексной системы здесь обычно используется какой-нибудь пользователь, который имеет максимальные привилегии в системе, допустим, традиционно это admin или root и так далее. И не зная пароля этого пользователя, мы можем залогиниться, мы в принципе можем в данной ситуации залогиниться вообще под любым пользователем. это всегда это все в этом месте, не зная пароля. Это все в этом месте. Это все в этом месте. В общем, Продолжение следует...